Дорогие друзья, меня зовут Андрей Удлодов, я заместитель директора программы САУ, заместитель главного конструктора УДК Климов, входящий в Объединенную двигательно-строительную корпорацию. И сегодня я расскажу вам о технологиях автоматического управления традиционными газотурбинными двигателями. В настоящее время все мы живем в мире, где окружающие нас объекты содержат в себе те или иные элементы систем автоматического управления. Автомобили, станочное оборудование, морские суда, авиационная, космическая техника, мобильные устройства, специальные станки — все это содержит в себе элементы систем автоматического управления. Но в современном мире немногие знают, что, например, космический корабль многоразового использования «Буран», созданный в СССР, свой первый-единственный полет осуществил в полностью автоматическом режиме. При этом при посадке произошло происшествие, о котором знает еще меньшее количество людей. Но при этом данный факт о том, что 80-тонный космический корабль в полностью беспилотном режиме произвел взлет, полет и посадку, является до сих пор непревзойденным памятником и ярким примером работы надежной системы автоматического управления. Что же такое система автоматического управления? За счет чего работают все те алгоритмы, которые позволяют нам управлять современными устройствами? Обратимся к определению. Управление каким-либо объектом — это воздействие на него определенным образом в целях достижения требуемых состояний или процессов. Управлять можно как самостоятельно, так и с применением технических средств. Применение технических средств может быть как помогать человеку, так и выполняться в полностью автоматическом режиме. На многих самолетах малой авиации до сих пор часть операции, например, управления закрылками, производится человеком через механическую систему тросов и тяг. В таких случаях на человека возлагается очень большой объем работы, и в дальнейшем этот рост сложности приводит к тому, что такую работу становится невозможно выполнять. Соответственно, для того, чтобы чем-то управлять, необходимо определиться, каким образом мы осуществляем это управление, на какие этапы оно делится. Такими этапами должны быть получение информации о задаче управления, получение информации о результате управления, разработка некоторого алгоритма, осуществление воздействия и в дальнейшем выполнение решения, то есть производство некоторого воздействия. Для выполнения этих этапов необходимо обеспечить техническую возможность выполнения, то есть определенные, сформировать набор технических средств. Такими средствами являются датчики, которые отвечают за сбор информации, исполнительные механизмы, производящие то или иное воздействие, и устройство, которое обрабатывает входящие данные и выдает нужную команду на исполнительный механизм, то есть регулятор. Теперь мы перейдем к реальному сложному техническому объекту, такому как газотурбинный двигатель. Система автоматического управления газотурбинного двигателя, так же как и система управления многих систем, состоит из регулятора устройства приема и обработки информации, датчиков и исполнительных механизмов. Газотурбинный двигатель, как нам уже рассказывали коллеги, является тепловой машиной, поэтому для простоты мы выберем наиболее несложный вариант построения системы автоматического управления, состоящий из только датчика температуры газовой турбины, исполнительного механизма топливного насоса и регулятора, который будет осуществлять обработку информации и выдачу команд. Базовая задача нашего алгоритма автоматического управления будет самой простой. Не допустить выход температуры газов за установленные пределы с целью недопущения повреждения двигателя. Для того, чтобы понять, как построить такой алгоритм, мы рассмотрим структурную схему системы автоматического управления. Предположим, что она состоит из некоторого количества элементов. Группируя элементы по функциональному признаку, то есть что они делают, мы построим структурную схему и приведем ее к следующему виду. Переменной epsilon обозначается здесь рассогласование, ошибка на выходе, обозначенном кругом, сравнивающего устройство. Задающее, управляющее воздействие – это то, что мы хотим получить, то есть конкретный уровень температуры газов или заданный предел. Рассогласование. Что такое рассогласование? Рассогласованием является та ошибка, то есть та разница между требуемым нами, желаемым результатом и тем, которым мы его получаем по факту. То есть здесь это в случае температуры газов. Это может быть, например, снижение ее показателей за счет того, что у нас плохое измерение температуры газов или электрические помехи. Также на данную систему может оказать влияние, например, резкое падение давления топлива на входе в двигатель по различным причинам и отказным ситуациям. Соответственно, наша задача в системе управления состоит в том, чтобы работать на уничтожение рассогласования этой ошибки, которая приводит к тому, что мы не получаем желаемого результата. Каким же образом мы можем повлиять на рассогласование, зная его величину? За это отвечает усилительно преобразующее устройство, выдающее команду на исполнительный механизм. Существует несколько основных законов управления, которые мы реализуем в данном усилительно преобразующем устройстве. Если оно выполняет только задачу усиления или ослабления сигнала рассогласования, то такой режим управления САУ называется режимом пропорционального управления. Если же производится операция интегрирования над коэффициентом рассогласования, то такой режим управления называется пропорционально интегрирующим. Обычно пропорционально интегрирующие управления используются для повышения точности управления. Если же наше устройство производит операцию дифференцирования, то такой режим называется пропорционально-дифференциальным управлением. И обычно такой вид управления реализуется для повышения быстродействия системы управления, то есть скоростью ее отклика на вот эти наши возмущения. Если же усилительно преобразующее устройство формирует сигнал о пропорциональной ошибке и ее производный интеграл от ошибки, то такой режим управления называется пропорционально интегрально дифференцирующим режимом, то есть PID-управление. PID-управление позволяет зачастую обеспечить хорошую точность регулирования при хорошем быстродействии. Мы не будем здесь углубляться в теорию автоматического управления, а приведем простой пример. При работе системы по законам пропорционального управления система крайне чувствительна к любым помехам и возмущениям. При измерении температуры газов в авиационном двигателе в большинстве случаев используется радиально расположенный пояс специальных устройств термопар, который за счет разности в свойствах материалов, из которых они изготовлены, позволяет измерять температуру. Ввиду того, что материалы, из которых они изготовлены, определяют определенной довольно большой теплоемкостью, как следствие, показатель измеряемой температуры обладает некой инерционностью, то есть меняется с запаздыванием. Данное явление на переменных режимах работы двигателя, то есть, например, при приемистости, когда мы резко повышаем режим, приводит к резкому забросу температуры, на которой отклик наших термопар может произойти с запаздыванием. Тут и вступает в силу математический аппарат построения системы управления. Путем формирования нескольких цепочек пидрегулятора можно добиться значительного снижения заброса и изберечь двигатель от повреждения. На правой картинке как раз показана работа такой системы, которая позволила на целых 100 градусов снизить заброс температуры газа. В реальных высокоинтегрированных системах автоматического управления обрабатывается не один параметр, а десятки тысяч, объединенных в единую шину данных, единый контур обмена информации с единой целью обеспечения безопасности полетов. Для построения таких систем требуется особый подход при проектировании, определяемый нормативными документами, квалификационными требованиями гражданских властей, которые закладывают принципы, которым должна следовать любая компания, работающая в столь ответственных сферах техники. Однако для реализации современных систем автоматического управления необходимо постоянное развитие технологий, и потому данная область является одним из наиболее активно действующих сейчас локомотивов научно-технического прогресса. Список, представленный на слайде, является лишь перечнем основных направлений и не является исчерпывающим. Давайте рассмотрим подробное данное направление. Одним из свойств систем автоматического управления является ее сложность. Большое количество вычислений, которые производятся в реальном масштабе времени, приводит к тому, что процессы необходимо реализовывать параллельно, как в знакомых многих из нас видеокартах, персональных компьютеров. Соответственно, распределять вычислительную нагрузку можно как внутри основного регулятора, так и снаружи, например, при использовании цифровых датчиков, которые выдают результаты измерения уже по цифровому каналу. Такие датчики могут быть как проводными, так и беспроводными, что открывает для нас такие замечательные преимущества, как масштабируемость, модульность и простота монтажа, то есть возможность быстрого увеличения количества датчиков, также снижение массы и повышение надежности за счет снижения количества соединений. Такие системы, по сути, являются технологией интернетных вещей, примененной в такой сложной системе, как авиационный газотурбинный двигатель. При работах с беспроводными технологиями в такой сложной обстановке, безусловно, необходимо решать сложные задачи трехмерного моделирования, канал передачи данных, учитывать свойства материалов, обеспечивать автономность питания. Для таких систем применяются особые сигнальные конструкции с целью повышения их стойкости к внешним помехам и снижения влияния на другие системы. Данное направление имеет огромный потенциал применения не только в системах автоматического управления газотурбинными двигателями, но и в промышленных сенсорных сетях, в устройствах работы аутотехники и многих других. Теперь я расскажу про технологии систем спутниковой телеметрии. В 2014 году малайзийский Boeing 777 пропал над Индийским океаном. Данное воздушное судно на двигателях американской фирмы Rolls-Royce имело систему передачи данных раз в 100 километров, отправляющую сведения о параметрах работы двигателя на спутниковую систему InMarsat. К сожалению, вот эта дискретность, то есть отправление информации примерно с периодом, соответствующим прохождению воздушного судна, расстояние в 100 километров, привело к тому, что поиски данного воздушного судна очень серьезно затянулись и были обнаружены обломки лишь спустя годы. В нашей стране существуют уже и внедрены соответствующие разработки на базе спутниковой системы ГОНИЦ, которые могли бы полностью обеспечить нас информацией о полете воздушного судна, о том состоянии техники, которое сейчас происходит. Соответственно, такие системы позволяют свое использование не только при эксплуатации воздушных судов гражданской авиации, но и при летно-конструкторских испытаниях новых образцов летательных аппаратов за счет передачи данных о состоянии и о параметрах работы газотурбинного двигателя и систем летательного аппарата в режиме реального масштаба времени на Землю, когда команда разработчиков-конструкторов может сразу производить некоторые расчеты и вплоть до изменения полетного задания при испытаниях новых образцов техники. Перспективы развития имеют такие технологии, как датчики на основе поверхностных акустических волн. Принцип работы ПАВ-датчиков основаны на двух физических явлениях, открытых в независимо, но почти одновременно в 80-х годах XIX века, как поверхностных акустических волн и пьезоэлектрического эффекта. ПАВ представляет собой акустическую волну, распространяющуюся в тонком приповерхностном слое среды. Частицы среды в ПАВ совершают колебания в плоскости, проходящей через линию распространения волны, перпендикулярно поверхности среды. Если средой распространения ПАВ является пьезоэлектрик, то ПАВ могут возбуждать электромагнитные волны и наоборот. Для возбуждения и детектирования ПАВ в пьезоэлектриках применяются специальные устройства, так называемые встречно-штыревые преобразователи, сокращенно ВШП. ВШП состоит из плоских параллельных металлических электродов, расположенных на поверхности пьезоэлектрического материала и попеременно соединенных друг с другом через общие шины. Если к двум соседним электродам приложено постоянное напряжение, то возникающее между ними электрическое поле вызывает упругую деформацию пьезоэлектрика, то есть обратный пьезоэффект. Если же приложить переменное напряжение к шинам, то в пьезоэлектрике возникают механические колебания. Таким образом мы можем построить систему, которая возбуждается от электромагнитных колебаний, при этом является пассивной, то есть не требует электроэнергии для питания. Такие датчики обладают очень маленькой массой и могут размещаться в достаточно сложных условиях окружающей среды. Таким образом возможно построение такой сети устройств, имеющей практически те же преимущества, что и беспроводные сети, но при этом отсутствуют некоторые проблемы, связанные с автономностью питания. Для дальнейшего снижения массы и габаритов газотурбинного двигателя применяются технологии так называемого электрического газотурбинного двигателя. На современных самолетах для работы различных систем используют три вида энергии. Это гидравлическая, пневматическая и электрическая энергия. При этом наличие многочисленных гидравлических и пневматических коммуникаций приводит к снижению надежности системы, увеличению габаритов, массы агрегатов, усложнению и удорожанию конструкций. Улучшение этих показателей возможно при замене таких агрегатов на электрические. Такой подход реализуется в перспективных разработках, таких как более электрические самолеты и электрические газотурбинные двигатели. Соответственно, мы можем разработать соответствующие электроприводные агрегаты как в системе топлива питания, так и в системе управления механизацией газотурбинного двигателя, так и в других системах. В системах автоматического управления, безусловно, находится место и технологиям искусственного интеллекта. Такие системы с применением технологий искусственного интеллекта называются системы интеллектуального управления, и они были подразделены на четыре уровня. Нулевой уровень — это так называемое робостное управление. Он был определен как нулевой, поскольку это был текущий уровень развития на момент определения этих четырех уровней. И это такое управление, которым мы обеспечиваем определенный запас устойчивости системы к внешним возмущениям, получая обратную связь от системы контроля. При этом алгоритмы работы полностью сохраняются, и система реагирует только на обычно не сильно значительные внешние возмущения. Первый же уровень интеллектуального управления — это адаптивное управление. Это когда мы меняем определенные параметры регулятора, определенные коэффициенты в контурах в соответствии с теми внешними параметрами, которые к нам приходят. Для решения же задач оптимального управления, то есть так называемого второго уровня интеллектуального управления, нам необходимо построить математическую модель оправляемого объекта или процесса, которая описывает его поведение с течением времени под влиянием управляющих воздействий и внешних факторов. Система сама выберет оптимальное по заданным критериям, то есть функциям качества, параметре регулятора. Третий же уровень — это когда мы учим нашу математическую модель тем заранее неопределенным событиям, которые могут возникнуть на основании данных, например, цифровой тени авиационного газотурбинного двигателя. Также мы можем использовать и другие технологии искусственного интеллекта. Перечень приведен на данном слайде. И здесь хотелось бы остановиться на использовании в системе автоматического управления математической модели двигателя. При накоплении определенных данных о том поведении, которое будет у авиационного газотурбинного двигателя, мы получаем возможность эти процессы моделировать, а с применением современных образцов выяснительной техники мы получаем возможность эту математическую модель запустить в режиме реального масштаба времени. Такой подход несет в себе определенные преимущества. То есть мы можем получить нефизический третий канал управления, который будет работать примерно так же, как два физических канала, при этом выдавая нам больше информации для решения задач управления. То есть при отказе одного из каналов у нас останется два, и таким образом мы сможем с большей вероятностью обеспечивать управление изделием на всех его этапах полета или на Земле. При работе таких сложных систем автоматического управления, как газотурбинный двигатель, непрерывно происходит сбор сотен и тысяч параметров о их работе. Для каждого из двигателей, с учетом той частоты, с которой мы выдаем управляющие сигналы, объем данных идет на гигабайты, а для парка двигателей терабайты данных. Эти данные необходимо где-то хранить и каким-то образом обрабатывать. Для этого были разработаны специальные технические средства, которые называются в разных изделиях по-разному, но по сути отвечают определенным целям. И этих целей три. Первое — это хранение данных конкретного экземпляра газотурбинного двигателя в процессе его эксплуатации. Для такого функционала был разработан блок хранения данных, который устанавливается на двигателе и хранит в себе оперативную информацию об истории обслуживания и эксплуатации. Для хранения данных нам необходимы такие системы, как электронный формуляр авиационного двигателя или электронный формуляр, электронный паспорт какого-либо сложного изделия. он хранит в себе информацию как о тех данных, которые содержатся в классическом бумажном паспорте или этикетке, которые есть у каждого изделия, которое окружает нас. То есть документ, в котором описано, для чего он предназначен и как его эксплуатировать. Соответственно, данные, которые мы получаем, они нуждаются в соответствующей обработке, для чего служат специализированные информационно-диагностические системы, в которых идет обработка данных по конкретному изделию. Такие системы позволяют нам ввести предиктивный анализ и обеспечить съем изделия в ремонт до наступления опасных последствий. То есть мы сможем осуществить какой-то локальный ремонт, локальную замену лопаток или каких-то узлов двигателя до того, как у нас появятся какие-то опасные последствия или, не дай бог, авиационные происшествия. Для использования накопленных данных разрабатываются специальные цифровые сухие стенды газотурбинного двигателя. Что такое цифровой сухой стенд? Классический испытательный стенд авиационного газотурбинного двигателя оборудован специальными системами подачи топлива, масла, которые нуждаются в обслуживании и, по сути, не являются для нашей системы необходимым условием. Нам необходимы лишь те сигналы, которые выдает нам система контроля авиационного двигателя, то есть те данные, которые поступают с датчиков, и те сигналы, которые мы выдаем, то есть отклик от исполнительных механизмов, которые мы можем обработать. Для имитации такого рода воздействий разрабатываются специальные программно-аппаратные комплексы, которые называются цифровыми сухими стендами. Они включают в себя некое вычислительное устройство, в которое загружена математическая модель газотурбинного двигателя, математические модели различного рода датчиков и исполнительных механизмов, а аппаратная часть позволяет имитировать, выдавать или коммутировать сигналы системы автоматического управления для того, чтобы наш регулятор системы автоматического управления, который мы разрабатываем, мог взаимодействовать с изделием, как с настоящим газотурбинным двигателем на испытательном стенде. Такие устройства позволяют значительно сэкономить на газочасах, то есть на топливе, на масле и на работе обслуживающего персонала испытательного стенда. Такие системы позволяют разрабатывать как системы автоматического управления сложных технических объектов, так и проводить испытания серийных образцов изделий радиоэлектронной аппаратуры. И также позволяют производить оперативный поиск неисправности, возникающие в изделиях в процессе их эксплуатации, и имитировать различного рода отказные программы, то есть короткие замыкания, обрывы в цепях подсистемы системы автоматического управления. Рассмотренная нами технология автоматического управления применяется во всех сложных технических изделиях современного уровня. Огромный объем информации, характеризующий нас век, имеет тенденцию кратного увеличения и без построения новых систем автоматического управления, изобретения новых подходов, алгоритмов работы систем. Без этого всего дальнейший прогресс невозможен. При этом не нужно забывать, что постановщикам задачи системы автоматического управления верхнего уровня, принимающей конечные решения, всегда должен оставаться человек. Большое спасибо. Спасибо.